Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш семейный канал! У меня со вчерашнего ужина остались макароны. Вчера у нас были макароны с подливкой, сегодня просто остались пустые макароны. Что же с ними делать? Можно делать различные запеканки, можно просто на сковородке с добавлением яйца обжарить, колбаски добавить, то есть разные способы есть. Я сегодня хочу приготовить из них макароны по-флотски, тем более макароны уже есть. Я по-быстрому досталась в морозилке у меня замороженный фарш, поставила в микроволновку на режим разморозка, но он такой подмороженный еще. Сейчас я попробую его отсюда наковырять. По краям он уже довольно разморозился, спасает в этом случае, конечно, микроволновку, этот режим разморозка очень сильно. Но здесь главное тоже не передержать, иначе он поджарит фарш, этот режим разморозка. Так, сейчас, я не всю пачку буду использовать фарш, так как макарон у меня немного, но тут примерно 2 порции. Поэтому я половину упаковки вот так вот выдавливаем, как из тюбика зубной пасты, из большого тюбика зубной пасты. Так, вот так вот, ну еще чуть-чуть, я не знаю. Вот так. Будет достаточно. Убираю обратно. Либо в морозилку, либо в холодильник, может как раз что-нибудь, пускай дальше размораживается, что-нибудь из него можно будет приготовить. Так, насколько он разморозился, не знаю. Но вот смотрите, вот по краям хорошо, внутри чуть-чуть твердовато. Можно либо поставить еще раз в микроволновку, ну хотя, я думаю, что сейчас он, сейчас я его поразделяю. Он разморозится уже на столе, я думаю, пока я буду овощи нарезать. Все, пускай стоит. Так, фарш готов. Я уже включаю, поставила сковородку, включаю плиту, пускай разогревается. Нарезаю лук. Я люблю лука побольше, поэтому почистила большую луковицу. Нарезаю просто кубиком, таким средним, не сильно мелким. И мне нравится добавлять в это блюдо, в макароны по-флацки, добавлять морковку. Если не любите, можете не добавлять. Нарезаю лучок. Морковку можно нарезать так же кубиком, как лук. Я просто банально натру на терке. Можно на мелкой, можно на крупной. Я натру на крупной. Прямо вот сюда к луку. Я буду обжаривать, так как готовлю по-быстрому. Отдельно лук не обжариваю, отдельно морковь не обжариваю. Все вместе. Морковка такая красивая, яркая, длинная. Натираю на крупной терочке. Так, сковородка у меня уже разогрелась. Наливаю растительное масло. И отправляю обжариваться прямо вместе и лук, и морковь одновременно. Получается такой быстрый, либо обед, либо ужин. Быстрый и вкусный. Кто же не любит макароны по-флотски? Мне кажется, макароны по-флотски любят все. Так, обжариваю до слегка золотистого цвета, а потом буду добавлять фарш. Итак, лук с морковкой обжарились. Сюда добавляю фарш. И фарш жарю до готовности. Вот так вот хорошо его нужно размять, чтобы он получился как можно. Я люблю такие, чтобы мелкие кусочки были. Вот так вот его хорошо разделяю. У меня еще тут кусочек замороженный остался. Сейчас он растает. Фарш практически обжарился, практически готов. Его нужно посолить по вкусу. Можно добавить какие-то приправы, которые вы любите. Можно немного черного перца. Я чуть-чуть, наверное, добавлю перчика. Немного совсем. Вот так вот. Перемешивая. И добавляем сюда наши готовые, уже отваренные макарошки. Вот так вот. И перемешиваем. И обжариваем все вниз. Еще буквально 5 минут. Чтоб макароны тоже у нас разогрелись. Хорошо перемешались. И пропитались вкусом и ароматом нашей такой вот мясной зажарочки. И получается очень вкусно. Вот и все. Макароны по-флотски готовы. Получились очень вкусные, ароматные. Подавать я их буду с консервированными помидорами. Вот такая вкуснота. Кому понравился рецептик, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. До встречи. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 Ставьте лайки! Подписывайтесь на канал! И готовьте вместе с нами! Всем пока-пока! Пока-пока! Спасибо!